В этот вечер сегодня, в среду 30 ноября, и я очень рад, мне очень приятно, что меня пригласили такие замечательные люди, мои друзья из города Витебска на этот вебинар, и мы вместе с Екатериной сегодня проведем этот вебинар. Мне очень приятно, что одна из лучших команд в Беларуси сейчас пригласила меня на этот вебинар, мы постараемся поделиться своей историей успеха, и параллельно с этой историей, конечно, провести некоторые линии и жизни, и бизнеса, и указать на некоторые точки роста. Очень рад вас всех видеть, и сейчас я хочу по традиции узнать, кто из каких городов находится, напишите, пожалуйста, город, в котором вы находитесь, и напишите ваше настроение, ваше состояние по шкале от 1 до 10, как вы себя чувствуете, какое у вас настроение сейчас. Итак, делаем перекличку городов. Город Борисов, Оленька, я тебя рад видеть, 10 с плюсом. Ирина Вороновская, десятка, город, город, пишите, Витебск, область, Лавгород, Бобруйск, Витебск, Витебск, Барановичи, Минск, Костюковичи, прошу прощения, Лида, Верхний Двинск, Минск, Слуцк, Верхний Тагил, Ирина Бочкаря, очень рада, Караганда, Татьяна, очень рада, Бешенковичи, Бобруйск, Витебск, пишите, пишите, кто к нам присоединяется, Витебск, естественно, да, в большом количестве, Рассоны, Бобруйск, Солигорск, Витебск, Брест, очень приятно, Бешенковичи, Витебск, хорошо, в общем, пишите сейчас, те, кто к нам присоединяется, вот только что, я вижу, что к чату постоянно подключаются люди, на Волоком, мы очень рады, Зоя, пишите по шкале от 1 до 10 ваше настроение и состояние, ну и мы сейчас начинаем. Постараемся быть максимально вам полезны в этот вечер, спасибо, Татьяна, мужу тоже привет, и... Ага, у меня компьютер немножко притормаживает, ясно, все время на этот слайд почему-то хочет. Вот, какие мы тут красивые. Василий Екатерина Панцелей, Старше Золотые Девушки, ну чего ты, честное слово, значит, Катерина здесь со мной рядом тоже присутствует. Всем привет, будем вместе. Всем привет, мы будем вместе вести этот вебинар, потому что будем друг другу что-то подсказывать постоянно, до чего оно скачет. Значит, ну раз уже просится, расскажем свою личную историю. Итак, значит, вот до армии, кем я был, рок-музыкант, потом служил в армии, здесь Дзержинского, в Амсдоне, и, может быть, у меня стоит слайдовая скорость, я что-то не понял, переключение какое-то автоматическое будет, непонятно. А, скорость проигрывание, а как мне выключить скорость проигрывания? Через 5 секунд, не, мне не надо, куда мы? Я не хочу скорость проигрывать. Модераторов попроси, потому что они по-моему включат. А, если модератор, мне не надо 5 секунд, мне надо сколько угодно говорить на слайде, я должен мочить. Денис, можно выключить автоматическую переключение слайда? Как это сделать? Вы извините, я в этой комнате просто не работаю, мы пользуемся другую систему. Нажмите квадратик, потом стрелочку, нажмите на квадратик. Отлично. Квадратик, потом стрелочку. А какой квадратик из них? Потом стрелочка, потом квадратик. Здесь очень много квадратиков. Вот у меня первый слайд. А, стоп, да? Ну, все, убралась презентация, тогда если стоп. Центральный квадратик, потрясающе. Так, сейчас все разберемся. Так. А, значит, на паузу я ставлю, а потом я листаю, да? Так, один вперед. Раз, да, вот это мы. Вот это мы. Значит, идем дальше. Ага, вот, вон что, хорошо. Очень хорошо. Значит, вот до армии я, ну, увлекался музыкой, так скажем. Потом служил в армии у нас, у меня было, я служил еще в России, в Москве, по Москве, в дивизии Дзержинского. Даже довелось участвовать в конфликте в Грозном, на Дикавказе. Ну, в общем, было так все серьезно. И после прихода с армии я пошел работать на Белшину. Я работал, ну, вот, до Reflame, бригадиром, начальником участка, замначальника цеха, а Екатерина в этот момент окончила вуз. Уже преподавала в институте. Немножко в Минске преподавала и потом в нашем филиале в Бобручке. У нас есть тоже филиал Нархоза. То есть года три где-то я отработала на моей работе вообще за всю свою жизнь. Да, значит, и потом мы столкнулись с Reflame, и это была очень интересная история, как столкнулись. Меня Татьяна Хомяк, которую мы знали до Reflame, пригласила провести занятия. Я в практической психологии, пригласила провести занятия для своих менеджеров. И таким образом заманила меня в Reflame. Да, перед этим она приглашала на протяжении, наверное, двух, только раз она звонила, раз в полгода где-то она звонила, приглашала. Но мы так смеялись, так несерьезно относились к тому, что мы знали, что Татьяна сотрудничает с Reflame, а мы познакомились вообще в другой сетевой компании, с Василием познакомились вообще в сетевом маркетинге на другой компании. И Татьяну знали тоже по этой же компании. Поэтому был немножко такой осадок неприятный после того, что у нас там все так нехорошо закончилось в той компании. Но, однако, сетевой маркетинг мы для себя не закрывали так навсегда. И когда-то Василий мне сказал, может он уже не помнит, он мне сказал, что я хочу, чтобы ты знала, что если у меня не получится в психологии чего-то добиться, то я, ну и все, я ничего не ответила. Но мы постоянно, как-то я всегда вспоминала о тех временах, когда мы о чем-то мечтали, когда мы к чему-то стремились, и когда я литературу для своей диссертации, я невольно останавливалась возле стеллажей с литературой по сетевому маркетингу, листала книги «Ваш первый год в сетевом маркетинге», да, многие читали, знают. И у меня была такая немножко ностальгия по тем временам, когда мы что-то делали, да, своими руками. И вот много рефлейм было такое предвзятое отношение почему-то, наверное, людьми неприятными и так далее. И вот в очередной раз Татьяна нашла подход к Василию. Да, она нашла подход, она позвонила мне и пригласила меня провести занятия. Мне очень понравилось, люди очень открыты, отзывчивые, тогда они были менеджерами, а Татьяна была на уровне директора компании Reflame. Ну, о наших спонсорах мы хотим рассказать отдельно немножко, поподробнее, так сказать, как так получилось, что в Бобруйск дело в том, что у спонсора Татьяны Хомяк, Александра Тележникова, бабушка из Бобруйска. И он, будучи в Бобруйске, просто продолжал рекрутировать, летом занимался продажами и рассказывал о бизнесе. И вот пригласил Бобруйск. Ну, она уже пригласила нас. И мы всегда рассказываем о своих спонсорах, всегда гордимся этим. И вы всегда тоже рассказываете о своей истории успеха, всегда упоминаете спонсоров. То есть, мы за кадром, мы хотим, чтобы это было и вам таким назиданием, обучением, чтобы вы понимали, где какие ключевые точки в бизнесе. Мы гордимся нашими спонсорами. Татьяна Хомяк, максимальное звание закрывала бриллиантовый директор. Татьяна Хомяк, тогда, когда она нас приглашала, она была на уровень директора. Ее спонсор Александр Тележников, а спонсоры Тележников уже из Москвы. Это Тамина Владимир Полежаев. Легендарная семейная пара. Я думаю, что вы о них слышали, вы о них знаете. То есть, вот такие наши спонсоры, менторы. И всегда, когда было сложно, в самом начале, когда ты не знаешь, не понимаешь, что, как происходит в бизнесе, в самом начале, именно спонсор является самым вашим главным инструментом. Вот этого многие новички не понимают. Вы думаете, что вы строите бизнес. На самом деле, вам просто жутко повезло, что у вас есть вышестоящие спонсоры. Это может быть менеджер, опытный или директор, золотой, цветной, любой. Тем более, бриллиантовый директор. Вот здесь присутствует команда Елены и Дениса. И вам просто повезло реально с такими спонсорами, у которых одна из самых сильных и дружных команд в белорусском Reflame. И у них очень много чему есть поучиться. Так будьте умными и используйте их знания, их командную работу. Приглашайте новичков в этот костер, в эту команду «Территория роста». И растите сами, учитесь, забирайте все лучше у спонсоров, слизывайте все самое главное. И инвестируйте в свой бизнес через спонсоров. Их временем. И если вы себя очень хорошо покажете, то спонсоры пригласят вас и на неформальное общение, на котором, как всегда, появляются самые главные мысли. И из этого строится бизнес. Очень сильно влияет на это неформальное общение. Вот об этом хотелось сказать здесь. И мы начали работу. Работа была непростой. У нас был очень длинный путь, многолетний. Мы больше 10 лет уже в Reflame. И раньше мы работали нелегально. Привозили продукцию из Москвы, с Украины часть. И, в общем, было достаточно легализоваться. Мы одни из первых, мы самые первые в нашем городе открыли офис официальный Reflame в гостинице. И начали уже работать официально, проводить там встречи. Открыли СПО и так далее. Когда это возможно было сделать, 2004 год, по-моему. А до этого предпринимательство было открыто у нас, у меня лично в Москве, в России. В общем, было достаточно сложно, потому что мы, несмотря на то, что у нас спонсор был Татьяна Хомяк, Александр Тележников, мы все равно свои ошибки делали сами. И поэтому мы там один год были на 12%, второй год были на 15%, целый год. Но при этом уже я, например, не работал на основной работе. И на 12% я ушел с Белшины, потому что очень хотелось бизнеса, свободы. И 100 долларов на основной работе или 100 долларов из Reflame для меня было однозначно, что я зарабатывать хотел с Reflame. Еще какие-то проекты. Ну, в общем, жили, выживали, но при этом Reflame всегда основался таким приоритетом, где надо очень, ну, надо понять, что надо очень многому учиться. И в этом помогают цели. Вот я не зря разместил здесь этот слайд. Кому-то знакомо, что, когда вы движетесь по направлению к своим целям, у вас очень много препятствий. Друзья, знакомые, общество, родственники ваши, да, они тащат всех вас назад. Плюс ваше собственное чувство вины, на которое вас пытаются подсадить постоянно, у вас собственный страх и так далее. Вот все вот это останавливает вас на пути к успеху. И это нормально, просто поймите, что вы переживаете такую ситуацию, да, в бизнесе, а все остальные, они такие вот потрясающие люди, и у них там прямо выслана дорога. Ковровая дорожка красная, красивая. Я знаю, что каждый из лидеров ее, директоров прошел. У каждого из нас свой путь. Ну, у нас вот свой такой путь. Тоже напитан сложностями. И мы, значит, рано поняли, что бизнес должен быть глобальным, а глобальность – это интернет. И поэтому очень много посвятили времени, денег тому, чтобы обучаться интернет-технологиям. И тогда, когда у нас появились там первые сайты, первые инструменты по работе в интернет, у людей еще не было скайпа, и люди вообще понятия не имели, что такое сайт. То есть в компании только сайт появился, а мы уже начали в сторону интернета смотреть, которые, ну, на самом деле, уникальный человек, один на 100 миллионов, наверное. Когда идет впереди, то есть он предвосхищается... ...бытия будущего, я бы сказала так. И когда мы начали работать, которые он проводил для нас... ...и с теми спикерами, которых он приглашал, он не готов. То есть мы регистрировали людей в России, в Украине, в Беларуси, а люди не знали, что такое скайп, сопровождение, не было командной работы, и поэтому люди как приходили, так и уходили, несмотря на то, что, ну, за каталог вырастали и 12% на группу, но потом это точно так же быстро рассыпалось. И все это время мы тестировали, что-то искали, ну, предпринимателя, на то и предпринимателя, чтобы искать какие-то новые методы интересные для себя в работе. Ну, и хотела тут сказать о том, что очень важно понять, что сетевой маркетинг вообще и Арифлейм, что это серьезный бизнес, да, и что это ваш бизнес. Вот напишите, пожалуйста, как в бизнес, кто занимается конкретно бизнесом, да, то есть не просто для себя, не просто продукцию покупать, не просто консультировать, а кто пришел бизнесом заниматься, кто пришел достигать больших целей. Отлично, спасибо. Ну, вот вам очень важно, на самом деле, серьезный бизнес, и что за вас этот бизнес никто не сделает. Мне нравится, как Александр Цележников приводил пример, просто вот сравнение, да, почему им, да, не серьезно, потому что у нас нет вложений, да, таких, которые есть в традиционном бизнесе. То есть их даже нельзя назвать вложениями. И очень такой он пример, приводил, он давал такой совет, да, для тех, кто несерьезно, ну, как-то так вот, ну, вот сложно воспринять, что вот вы каким-то серьезным бизнесом занимаетесь. Вы возьмите просто деньги, выложите, ну, берут же кредит на классический бизнес, да, в банке, возьмите кредит, снимите офис, купите офисную мебель, как-то отбивать свои вложения, да, то есть как работают классические предприниматели, да, то есть вот и у них есть понятие, что это серьезный бизнес. Поэтому, когда спонсор говорит, напишите список, это как-то воспринимается несерьезно, то есть вот эти советы спонсора, как-то так мы до сих пор сталкиваемся с этим, ну, как-то, да, я понимаю, что это серьезный бизнес, но как-то список писать, это же как-то несерьезно. То есть человек этого, может быть, не говорит вслух. Вот у вас бывают такие ситуации, тоже напишите. Люди не говорят этого вслух, но это видно по лицу, что вроде бы вы что-то несерьезное ему посоветовали. Василий на это говорит, а если я тебе сейчас 100 долларов перед тобой положу, ты напишешь список, ну, 10-20 человек напишет, напишешь, человек говорит, ну, напишу. Ну, вот, то есть возьмите себе за тренинг, да, кто давно список знакомых не писал, положите перед собой 100 долларов, может быть, веселее будет писать. Если 100 долларов мало, тысячу положите. Либо, ну, возьмите кредит в банке, да, может быть, тогда будет отношение такое более серьезное. Ну, мы как-то сразу поняли, что это бизнес серьезный и сразу пришли как в серьезный бизнес, поэтому отношение сразу было такое, как к своему бизнесу, ну, возможно, потому что был небольшой опыт такое дополнение. Да, Ирина, вот непонимание, насколько это важно, то есть люди, которые начинают этот бизнес, они не понимают, что список связей это то, что человек может использовать прямо сейчас. Я прочитал замечательную книгу одного бизнес-тренера, известного в Москве, это человек, стать мультимиллионерами, называется книга «Следующий уровень» Александр Кравцов. Запишите себе, может быть, купите на Озоне, она недорого стоит. и он там говорит о том, что предпринимателю, бизнесмена, для того, чтобы перейти на следующий уровень, Адам уже, в общем-то, все знает и ничему новому глобально научиться не может. А он должен использовать список связей для того, чтобы преумножить свой капитал, уже созданный им, и финансовый, и так далее. Да, пример Билла Клинтона, он там приводит о том, что Билл Клинтон с 16 лет в блокнотик записывал всех людей, с кем сталкивался. И когда они у него спрашивали, а зачем ты это делаешь, он говорил, что я буду баллотироваться на гернатором штата, и поэтому мне очень важно будет именно твое мнение, твой голос. И записывал людей просто в свой личный список. И потом, когда он действительно баллотировался, он действительно потом звонил каждому и говорил, привет, Джон, помнишь, мы с тобой знакомы, я Билл, мы учились с тобой вместе в Гарварде, я сейчас баллотируюсь, мне очень важно твое мнение, и так далее, и так далее. Список связей просто зря не воспринимается нами так серьезно, как, например, в Америке, потому что networking в Америке это одно из самых важных построений. Поэтому мы, когда начинаем строить этот бизнес, напиши свой список связей, для этого тебе не нужны деньги, ты уже тратил... Еще для сравнения людям просто объяснить, что либо мне нужно помогать тебе строить все твое... твой бизнес, да, и мне нужны люди в твою команду. Поэтому где я буду их брать? Либо это твои знаков, я дам профессиональную рекламу, буду искать людей на холодном рынке для твоей команды. То есть, возможно, человек... ...работа на теплом рынке, мы видим, да, что и средний балл у нас выше, и совсем... ...это список связей. У нас, говорят, не имея 100 рублей, имею 100 друзей. То есть, мы всегда ищем своего, звоним и так далее. Ну, в общем... ...про список поговорили, ну, а здесь на слайде вы видите фильм-ответ общей белорусской команде. Мы снимали фильм-ответ для того, чтобы с помощью его могли рекрутировать, да. Ну, а потом в конце мы убрали, что это... для рефлейм, и что это только для нашей команды, и во всем рефлейме с этим фильмом, объясняющим смысл и идею бизнеса, и плюс сетевых компаний тоже стали заказывать этот фильм. В общем, Александр Тележников стал известен как человек-бренд на... И благодаря этому, что мы начали работать через интернет, с помощью автоматизации многих процессов, и плюс то, что мы сделали упор, ставку на wellness, направление, да, которая появилась в компании там 5 лет, 6 лет назад, нашего постоянного звания директора компании... И уже через там некоторое время были звания старший директор, и звание золотой директор, да, за один год у Катерина преуспела в этой сфере, мы проводили wellness-клубы, как у нас вот в моей директорской структуре, товар-аппорт wellness доходил до 40%. Ну, если вы примерно просчитываете по своим... ...структурам процент wellness, то вы понимаете, что это просто взшибательно. Люди приходили, проникались темой, и было очень много заказов, буквально вот в одной команде. Ну, к тому, что мы работали, то есть мы онлайн соединялись с офлайном, поэтому был такой нормальный результат. Ну, то есть я рекламу продавал на нашем городском сайте, и ссылку на рекламу, на промо-страницу на нашу. И люди регистрировались, смотрели, оставляли свои контактные данные, а я с ним там встречался, и включились такие серьезные, интересные люди. И мы закрыли звание старшей, ну, буквально получилось за один год. Естественно, мы тут небольшой слайд, что банкет директоров посетят, компания, которую надо посещать. Поставьте, пожалуйста, плюсик, кто был на банкетах директоров, посмотрим, может быть, кто-то в качестве гостя был на банкетах директоров, поставьте, пожалуйста, плюсик. И после этого произошло очень интересное такое событие. Мы решили совместить приятное с полезным, мы поехали на семинар «Лето моря Reflame» в Крыму, в Алуште. Это независимый семинар, это не от компании Reflame, это просто организаторы, участники, консультанты компании семинарии, и там как раз мы познакомились ближе с Эдуардом Васильевым и с Аленой Иваном Родионовым, которые рассказывали, что возможно расти в интернете просто сумасшедшими темпами. и что это возможно, и что они не знали как по-другому, и что можно совмещать онлайн и офлайн совершенно классно, потому что потом в общем-то как сказать совмещение этих двух систем именно приводит к нельзя перекос делать, знаете, как офлайн надоело, люди пошли в онлайн, потом в онлайне попрыгали, поковырялись, ой, что-то не работает, пошли опять в онлайн побежали, нет, надо просто совмещать, потому что онлайн методы, а там где онлайн тормозит, то есть нужно, значит, и ну мы естественно на этом семинаре отлично отдохнули, мы съездили командой, вот Татьяна Хомяк здесь, наш Мэнсия поехала из Минска, и мы в общем хорошо отдохнули, сделали какие-то свои выводы, и после этого штаба, но что интересно, что у у нас произошло сейчас я вам покажу, после наших результатов в работе, если мы в 2014 году с другими людьми, то есть осталась только одна группа, то есть из двух групп одна ушла, а потом пришло еще две и четыре из некоторых мы открыли звание Сапфирова директора, правда пока еще его не закрыли, три совершенно других людей, другие лидеры и так далее, и самое главное, что этот проект у нас стал масштабным, потом уже образовалось его название, мы назвали себя команда Рост, я очень подсказали это название, и мы гордимся нашей международной командой, которая по сути состоит с такого огромного количества людей, у нас в четырех пяти странах сейчас бизнес, это и Россия, культант которого зарегистрировали из Греции, а Греция у нас зарегистрирована под Россией, ну в общем такой интересный получился, и нам интересно работать, потому что мы работаем через интернет, вебинарами, семинарами, учимся, мы только учимся, учимся работать, начинаем в Беларуси, то есть работаем естественно у себя, в регионе, в Минске, и совмещая онлайн, то есть мы не оставляем, поставьте пожалуйста циферку 2, кто из команды Рост, из нашей команды присутствует на этом, Анастасия, в Испании есть Reflame, можете ехать, отлично, можно начинать, если вы имеете отношение к нашей команде, поставьте циферку 2, Ирина Бочкарева, очень рада, можно в Испанию конечно ехать, но лучше начать с того города, в котором вы живете, спонсор Владимир Полежаев, нужно заработать то право, заработать право в регионах других, на родине, вы сделали все, что возможно, потом двигаться дальше. Хорошо, значит, нам компания позволяет вести, вот это, наверное, самое главное, почему люди приходят в Reflame, почему мы в Reflame на самом деле, потому что можно заработать много денег, миллионы, миллионов, но при этом не будет времени, чтобы эти деньги потратить, не будет времени, чтобы проводить время своей семьей, поэтому нам очень наседествовать, мы путешествуем, насколько это возможно, много, несмотря на то, что в Reflame у нас появились дети, пока мы были в Reflame, да. А что вы мечтаете вообще? у кого есть мечты, напишите, пожалуйста, какие у вас иметь возможность выезжать куда-то, у нас вот очень насыщенный год прошлый получился, позапрошлый, наверное, тоже, а дальше будет еще больше, да, ну, мечта каждой женщины путешествовать, да, и путешествовать, мужчины, семейный отдых, мужчины мало мечтают о семейном отдыхе, где-то тоже частенько мечтают, чтобы их семья оставила в покое, дала побыть в мужской компании, ну, каждый, потому что это как-то тоже что-то несерьезное, какие-то разговоры, потому что, почему люди не мечтают, потому что, зачем мечтал когда-то Александр Тележников, мне очень понравилось, перед семинаром, мы едем в машине, он говорит, я вот поработал немножко с утра с целями, записывал цели, все сбылось, жалею об одном, мало просил, да, поэтому вот, и вот эти цели, вот эти путешествия наши, Рождество в Европе у нас уже как традицией стало, в 2015 мы поехали в Германию были, и вот в 2016 на Рождество мы были в Германии тоже, в Лейпциге, и в Дрездене, мы ездили, как раз таки, в будущее, в Германию, у нас лидеры наши открывали новое звание, да, то есть было очень интересно комбинары проводить, и общие такие, кайп, фуршеты, да, то есть это совсем другие границы, когда вы свободный человек, и если вам нужна, конечно, это свобода, потому что мне, например, уже в детском саду было некомфортно, я это помню, поэтому вот всю жизнь как-то так, и на работе я поработала официально полгода, да, и потом в институте преподаватель, преподаватель, такой нежесткий график, но все равно это некомфортно, когда тебе нужно защитить диссертацию обязательно, понимаете, и когда вот очень-очень такой страшный момент, может быть, для кого я воспринимала вот эти все цели, я воспринимала, что это мои цели, я же закончила с первым диссертацией, это же мое, я же начала, значит, я должна завершить это, задолжала, да, задолжала кому-то, когда мне говорили, что ну вот смотри, вот надо же, надо, это же надо, и в какой-то момент, ну, а в это же время... поставить точку, а надо ли, да, то есть почаще задавайте себе вот этот вопрос, и... лже свои цели, да, то есть те цели, которые вы будете считать своими, но на самом деле это цели, да, откуда-то... извне, в модных журналах, где-то... то есть очень важно определить свою цель. И вот когда вы определите свою цель, то тогда вы будете... достижение этой цели и не получите... и как сказать... достижение этой цели потребует от вас уймы сил, и это будет негатив. И ресурс... ресурсов вы очень много потратите, возможно, вы достигнете эту цель, да, но у вас, у самих, да, в вашей душе, у вас внутри, поэтому очень важно изначально определить свою цель, чего хотите вы. Вот, и если я мечтала, такие были в голове, мне очень хотелось... ну, то, что я не хочу ходить на работу, я это очень быстро поняла, я думала, чего же я хочу? Мне хотелось семьи, мне хотелось какого-то семейного дела и помогать мужу в этом семейном деле, да, то есть мне не хотелось там как-то быть лидером, да, вот многие женщины у нас, я поздравляю вас, вы лидеры, вообще я восхищаюсь вами всеми и в своей команде, и вообще в Арифлейме, я думаю, что только такие люди, только в Арифлейме, наверное, кто работает с семьями. вот мы сегодня решили провести вместе, потому что, ну, обычно в тени, да, я такой, как сказать, птито-секретарь, помощник, подключаюсь на этапе сопровождения, Василий у нас по-разному будет, ну, вот у нас Марина Дмитриевна, поздравляю вас, молодцы, ну, Елена с Денисом, понятно, по умолчанию, кто-то еще, кто семейный метод? Я думаю, что вы со мной согласитесь, что не всегда всегда просто, да, с одной стороны бизнес объединяет, а с другой стороны и такие моменты, что где-то мы не согласны друг с другом, да, где-то я что-то свое продвигаю, Василий говорит, подожди, подожди, все, хватит, и когда, когда я каждую фразу начинаю со слов, а как мы, он говорит, а как мы будем развивать наш бизнес дальше, мы уже вчера поговорили, да, сегодня мы не будем этим говорить, утро с этого начинать, да, поэтому, но все равно это интересно, все равно это здорово, и это позволяет достигать целей семейных, да, вот то, о чем вы мечтаете, я к чему говорю, потому что очень часто люди живут в семье, и они живут разными жизнями, у них нет ничего общего, им не о чем поговорить, да, поэтому если к вам пришел человек, постарайтесь привлечь его семью, потому что это будет взаимовселение. А почему мы поехали в Германию, потом классно получилось, потому что нам не надо было ничего, если у вас Шенген есть, если вы просто купили билет и поехали, и все, это оказалось так просто, что мы даже не будем, естественно. И Шенген был, благодаря тому, что мы были на конференции золотой в Валенсии, то есть вот компания, почему одно из ключевых моментов это посещение конференции, и компания не зря это делает, она открывает видение, потому что путешествия, это одна из самых важных потребностей человека. Путешествия люди, путешествия с единомышленниками, когда они могут там формально и неформально пообщаться, передать друг другу информацию и энергию. Поэтому, естественно, компания не зря тратит миллионы долларов на то, чтобы вывести людей, которые достигли звания золотой. Хочу сейчас, чтобы Елена или Денис написали, в скольки странах они были от компании Reflame, там цифра такая должна быть нормальная. Больше десяти, наверное, раз, да? Значит, если я вас спрошу, как пахнет роза, то вы не сможете мне описать это. Как шумит море, как пахнет роза, что такое семинары, мероприятия от компании Reflame, может быть, эти атмосферы, что мне удалось сфотографироваться. Слева вы можете видеть с основателем компании Reflame, Robert A.Forever, thank you very much, и так далее. Это очень, как сказать, очень здорово, что вы можете с миллиардером, с основателем крупной компании, с фотографией, поговорить, и так далее. Я уж не говорю о нашем менеджменте компании. И там же начали задание, занятие, информацию, мотивацию и так далее. То есть, пользуйтесь этой возможностью, как раз всю команду на каких-то мероприятиях. вообще о мероприятиях еще поговорим. Значит, потом у нас было мероприятие, путешествие в Египет, Шарм-эль-Шейх, это была первая конференция от компании Reflame, конференция менеджеров. И мы... Командой. Да, со своей же командой менеджеров, это было очень приятно. То есть, мы туда квалифицировались, как директора. Этого фотография невозможно натыкать, знаете, очень многое, иначе будет презентация очень тяжелая и не цену. А кто был в Египте, напишите, пожалуйста. Да, может быть, кто-то был в Египте, поставьте, пожалуйста, На этой конференции. Чат слева внизу, если что, можно там вот ставить какие-то значки свои, да. Естественно, в Египте был не только отдых, но и обучение, мотивация, воли... ...за развития лидерства. За развитие лидерства. У меня есть этот диплом, за диплом такая награда, но очень было приятно вот это со всех стран СНГ мы здесь стоим на этой сцене. У нее есть свои, наверное, впечатления по этому поводу. Шикарные отели, очень классная кухня, было интересно, но вы знаете, когда попадали... ...на такие конференции, то два-три-четыре дня там... ...он насыщает просто невероятно. Каждую минуту что-то... И, конечно, ради этого стоит... ...стоит работать. У Василия фото с рабочего места. Впечатления у него были. Мы на прячь хотели без него. С египтянами. Ну, я один раз сходил на пляж, но ничего, все, я все понял. Море... ...море мокрое, вода мокрое, небо голубое, все нормально, рыбки пестрые, донор рыбок невозможно, вода настолько соленая, что... ...выталкивает тебя просто наверх. То есть, я гребу, гребу... Ну, в общем, это отдельный вебинар по Египту надо проводить. Мы сейчас говорим о образе жизни, который можно вести с Арифлейм. Думаю, мы были в Болгарии, в Албене. И это был 4-5-звездочный отель. В Албене... ...самый крутой отель. Это очень, опять, такой... Приарку это считанное время, там, за 2 часа. Оказаться в другой стране, в другой культуре. И это все... ...а когда мы полетим вот туда-то... Вот сюда еще хотим. И мы начинаем уже... Ну, вот со старшим уже советоваться на Читера или в Москву, то есть... Он уже... То есть, у ребенка расширяются границы, да? Какие-то другие... ...садить или в Болгарию слетать, или, возможно, на Индийский океан ты хочешь. Потому что родители жили обычной, простой жизнью, да? Мама учительница, папа на заводе начальник, и... То есть, ничего особого не было. А сейчас хочется и самим, и с детьми. И когда ты начинаешь путешествовать, ты просто уже потом не можешь остановиться. Потому что... Мне нравится, как говорит Радислав Гондопас, что в путешествия нужно вкладывать. То есть, рассматривать их не просто как отдых, да? А рассматривать это как возможность развития своего и возможность роста после этого отдыха, да? То есть, масса людей делает наоборот. Необходимая часть жизнедеятельности. Потому что по другим углам, по другой призмам ты смотришь на свою работу, на свою жизнь, и приходят совершенно новые, интересные, гениальные идеи, знать, обговорить то, что не обговорено. Поэтому, ну... Поймите правильно, что в это нужно вкладывать. Потому что люди... Люди говорят, нет денег, поэтому не будем путешествовать. Нет, надо путешествовать. Можно рассматривать. Это обязательно. Лудительно, да, в обязательном порядке. Это очень важно. Да, да. Ну могли бы конференцию провести, как... Магнус сказал, можно и в Гомеле провести, да, конференцию. В Валенсии сказал. Это немножко лучше, чем... Я очень люблю Гоми. Валентия немножко лучше. Валентия чуть-чуть лучше. Приезжаю, когда ты сказала, какая вам еще нужна мотивация, если у вас есть дети. И она абсолютно права, потому что дети растут, и детей воспитывают образ жизни их родителей. Образ шок, кстати, Елена с Денисом очень хорошо понимают, и они дают детям самое главное, это видение, образ жизни. Ну и мы, как сказать, не сговариваясь, дальше идем. Образ жизни продолжается, не обязательно путешествовать далеко, мы путешествуем, становится уже сложно, скучно. Ну и при этом мы занимаемся общим делом, бизнесом. И мы тоже вкладываем в это внимание, время и деньги. Я играю в баскетбол, взяли уже младшую с собой, пока Саша был в школе, мы уже ездили в бассейн втроем. В командных мероприятиях, в Велнос, это забег в Минске, такой полумарафон. Я... Дело в том, что я в детстве в школе ненавидел бедность. Вообще, то есть в армии то же самое, я просто, я прибегал самым последним всегда. В школе вообще я был самым толстым и самым последним, все время за это все такое, все такое. И потом уже я, когда вырос, вытянулся там с 14 лет, я вообще не любил. И здесь, для меня это был такой некий вызов. Я ходил в качалку, я мог там играть, может быть, в баскетбол, я где-то вот страшно действовал. И тут я сам перед собой поставил вызов, я буду участвовать в полумарафоне. И я научился пробегать километров, в общем, для меня эта медаль такая очень важная. Но мы с вами все делаем одно большое дело, потому что здоровый образ жизни – это именно образ. Образ жизни и наши продукты питания, wellness, образ жизни здоровый, крепкий, энергичный. С кем бы вы хотели иметь дело? С неэнергичными людьми или с энергичными? Ну, вопросы риторические. Все хотят, думайте об этом, делайте это, занимайтесь этим. Ну, из последних таких событий – это, конечно, мега-золотая конференция Кипа в Сочи, о которых и Елена, и Денис были. Я думаю, что они вам рассказывают об этом больше, но мы, как бы, продолжая историю образа жизни, компания буквально там за два часа, и вы оказываетесь в другой стране, совершенно в другой культуре. Интересно, интересно, насыщена программа и выступление топ-лидеров от компании, и вступление генерального директора было проникнуто таким, знаете, надежность такая. Мы гарантированно вам обещаем построение безопасного бизнеса. Это очень важно. Поэтому будьте уверены, идем вперед. Здесь я приглашаю вас путешествовать. Потом был перелет в Сочи, который существует. Самолет специально. Я прилетел, чтобы отвезти нашу группу. Да, в Рифлэм, возможно, все. В вокзале я сфотографировал. На память. Но вы знаете, что Олимпиада была в Сочи недавно, поэтому там все круто. Настроение наше. Сочинское такое настроение. Было много обучения, поздравления. Кто хотел пофотографироваться, тоже. И когда была Олимпиада. И сейчас чествовали мегазвезды Reflame. Было очень приятно. Быть на этом мероприятии, быть на этой сцене и быть среди звезд. Ну а дискотеку нам организовал ребятами Диана. Диджей, в общем, было очень насыщенным. Он реально отрабатывает, как просто... Артистик. Мальчик такой симпатичный артист. Вот. И... Уже в заключении нашего вебинара хотелось бы подвести некоторые итоги. Ближе. Близательно нужно работать с целями. Работать с целями. Потому что ежедневное... Планирование, ежедневное записывание нужных энергетических подпиток в вашей работе, в вашем деле. В ваших факторах, которые могут... Сбить вас в снов. То есть вот этот вот ветер с камнями, который жительными... Когда что-то не получается, когда очень много нет, когда... Кто-то приходит, потом уходит... Все это влияет на нашу мотивацию, на нашу энергетику. А где ее взять? Покажи... Вносите интересную... Вебинар, да, там обязательно, чтобы промотивируй... Промотивируй... Желающих что-то делать, развиваться. И даже если ваш бизнес небольшой, то это все равно ваша маленькая коммерция. И вы уже маленький предприниматель. Поэтому... Как сказать? Занимайтесь своей жизнью самостоятельно. У меня всегда этот вот... Это моя фотография. Цели настолько важны, что я... Иногда приезжаю прямо в кафе, чтобы никто не отвлекал, чтобы если дома там напряженную обстановку, там дети и так далее. Я саживаюсь и просто осознанно прописываю все свои цели, которые до этого... Важность этого. Обратите на это обязательно внимание в ваших целях, когда они... Видно нас? Слышно? Слышно ли нас? Поставьте, пожалуйста, гусики. Так, нас слышно, у вас слайдов нет. Панель здесь... Пропала панель со слайдами. Я еще раз перегружусь. Оставайтесь, пожалуйста, на линии... Продолжение следует... Так, сейчас слайды нашел. Выбивает. Так, сейчас слайды нашел. Но... Потому что никто, кроме вас, этого не сделает. Вот. Лазарев у нас тут. Отлично. Значит, я уже начал... Я хотел говорить о том в начале нашего вебинара, что самым вашим главным инструментом, и вы создаете свою команду. Для того, чтобы вам создать свою команду, вам надо научиться, кто стремится строить этот бизнес, идти на новой квалификации и так далее. Не тот, кто присутствует в бизнесе спонсора, а учиться как лучше, на практике. То есть вы должны брать и направлять своего спонсора на свою работу. Есть такая интересная фраза «дайте спонсору работу». Спонсор, возможно, не захочет работать, если вы плохо из нас, каждый из нас, спонсоров, из лидеров. Ждет, чтобы его загрузили. Раднодание, я готов работать. Вот кто из лидеров и спонсоров... Хотел бы поработать с такими людьми, которые бы его... Оставьте плюсики, пожалуйста. И сейчас те из новичков бизнеса, кто пришел, они могут... Увидеть, что такие люди есть, что спонсоры мечтают и хотят... А у нас из Греции появились, отлично. Так, значит, еще пункт такой, точка в бизнесе – это посещать. Как говорил Кирк Ректор, посещай все. Именно на мероприятиях... Мероприятия – это все. Это вебинары, те, на которых вы сейчас присутствуете. Это мероприятия живые, семинары, это БМВ, это различные... Либо как начинающий консультант, либо как менеджер. Всегда спрашивайте у своего вышестоящего спонсора, для того уровня, к которому вы стремитесь. То есть, если вы уже можете организовать через некоторое время... Ну, это одна из составляющих, почему надо посещать мероприятия... От компании Арифлейм... От своих спонсоров... Всегда важность информации, и вы в бизнесе, вы становитесь примером того, как здесь себя нужно вести. Люди, новички, приходящие... В бизнес, они понимают, что нужно обязательно посещать мероприятия. Пропитываться культурой... Бизнеса, культурой Арифлейм и мотивацией внутренней нашими целями. Это посещение мероприятий, самая сильная мотивация... ...что-то свое, но если вот представить... ...пирог, да, то когда мы печем пирог, мы кладем туда разные ингредиенты. Вот вы, казалось бы, сидите на семинарах... ...про масло, да, третий про сахар... ...вам не нужно брать что-то отдельное и менять, да... ...вы должны какой-то свой пирог испечь. Вот выходя из этого мероприятия... ...вы в любом случае вынесете какую-то свою картину вашего бизнеса, сложенную уже как пазлики. То есть вот это очень важно. То есть открыть мозг свой и просто вот сюда оно попадает... ...попадаешь пирог. Вот такой момент. Очень хорошо. Сейчас, возможно, на вебинаре есть... ...люди, которые думают, ну вот рискнуть или нет, заниматься... ...в предпринимательстве не бывает... ...бывает такое вот по сути понятие как гарантированный бизнес. Хорошая фраза... ...кто не рискует, тот не пьет шампанского, да... ...мы перефразировали опять на пенсию. ...свою шведскую пенсию, достойную пенсию... ...откладывая деньги на свой сорт. Если вы думаете, что это какой-то эксперимент... ...то Reflame это далеко не эксперимент уже... ...кофе саунд, такая кофейня, да... ...во всех городах... ...беларуси есть... ...такие кофейни появляются и для того, чтобы минимизировать свои риски. То есть они гарантированно знают, что они построят свой собственный бизнес при вложении денег и своих усилий. Вот мы тоже при вложении времени усилий. Жаль, что многие люди мало вкладывают в это и много обратно. Поэтому рискуйте здесь, потому что здесь риска нет у нас, да... ...и все это Reflame, все это возможно и такие... ...Ренессанс отель... ...ужин с компанией Reflame и... ...всегда как телебашня, да... ...поэтому... ...больше, чем вы думаете, индустрия с теломаркетинга проверена годами... ...награда товар года, лучшую номинацию в косметике... ...в wellness индустрии, как производители. И мы... ...повернуть ключ... ...и идти вперед. Я уверен, что найдутся такие люди... ...такие... ...вот этот самый образ жизни и эти возможности, эти заработки. Что вы хотите? Получить путешествие... ...пожалуйста. Хотите автомобиль, бизнес-класс... ...пожалуйста. Получить признание... ...цветы, награды, чеки, украшения... ...это просто надо... ...это работа, это бизнес, этим надо заниматься. Вот... ...у меня все... ...на сегодняшний момент. Спасибо вам огромное. Мы уже перелимитировали часов уже с лишним, да... ...час... ...провели вебинар. Спасибо вам всем огромное. Спасибо, что были сегодня здесь с нами. Если есть какие-то вопросы, пишите. Спасибо, что были вам сегодня в этот вечер полезны. Дети уже стучат в дверь, пойдем с ними общаться. Счастливо, всем успехов, пока. Увидимся на мероприятии. Внимание на экран, посмотрим еще... ...вдохновляющий ролик о том, что такое арифон... ...вдохновляющий ролик о том, что такое арифон. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok